Компьютерным классом или интерактивной доской в школе уже давно никого не удивишь. Образовательные учреждения Иваново стараются выделиться и привнести в учебный процесс что-то новое. В 62-й школе после уроков ребята могут прийти в кабинет робототехники. Учащиеся начальных классов постигают здесь азы моделирования и программирования. Весь принцип робототехники в начальной школе основан на лего-конструировании, но это делает процесс для детей увлекательным и развивает их творческие способности. Подготавливать их в будущем для уроков информатики. Средства на закупку наборов для робототехники выделила администрация города. Организовать занятия помог Центр детского технического творчества «Новация». Там же ребята смогут заниматься созданием роботов на более серьезном уровне. Впрочем, уже сейчас школьники презентуют свои проекты на различных конкурсах. Это у нас не театр. Я хотела сначала, когда я у него самолет построить, но он не работал, и поэтому я, когда его застроила, ушел построить дискотеку. Чтобы выпустить пар после урока, в перемену ребята развлекаются в так называемом креативном пространстве. Педагоги самостоятельно оформили одну из рекреаций школы. Делали мы все это в последний момент нашей дружной командой. И все, конечно, для детей. Хотелось наименьшими средствами сделать окружение очень доступным. И не бояться, не трясись на каждом предме, чтобы его оторвали, испачкали. Все тактильно, все мягкое. Руководство школы старается разбавить обязательную программу интересными факультативами, а классы и коридоры сделать более уютными. Дети приходят в школу к 8 утра и целый день занимаются на базе нашего образовательного учреждения. Поэтому для нас очень важно, чтобы каждый ребенок нашел себе какой-то кружок или секцию по интересам. Поэтому, понимая особенности современных детей, понимая их интересы, конечно, мы должны соответствовать современным требованиям к образовательному учреждению. И, конечно, мы должны предлагать детям те кружки и секции, которые им будут интересны. В перспективе в 62-й появится возможность изучения робототехники на более продвинутом уровне. На это, конечно, потребуется дополнительное средство из городского бюджета. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.